Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить про смартфон, которым я пользуюсь уже несколько дней. Это Realme 6 Pro. Вы знаете, вот в самом начале хочется сказать, что я приятно удивлен. Я приятно удивлен, что в этом ценовом сегменте начинают появляться смартфоны очень хорошими характеристиками и не выходят из этого ценового сегмента, который на сегодняшний день, пожалуй, самый востребованный и самый интересный, и самый популярный. Ну, чтобы вы понимали, 720G Snapdragon, 4 камеры, NFC. Но давайте обо всем по порядку. А если вы еще не подписались на наш канал, а статистика наша говорит, что многие смотрят и чего-то не нажимают кнопку подписаться, я напоминаю, это можно сделать нажатием на кнопочку внизу, вы нажимаете и не пропускаете самые классные обзоры в интернете. Кстати, у Вузнитель воздуха тоже будет по ссылочке в описании. Очень полезная штука в наше время, поэтому переходите. Все, как всегда, начинаем с дизайна. Realme 6 Pro смартфон совсем не маленький. Диагональ дисплея 6,6 дюйма и физически он больше 11 Pro Max и почти такой же, как Samsung Galaxy S20 Ultra. Ну, это для понимания размеров, сравнивать мы их, естественно, не собираемся. Рамка сделана из пластика, а вот задняя панель из стекла. Дисплей защищен Gorilla Glass 5-го поколения. Смартфон комфортно держать одной рукой ровно до того момента, как вам не нужно будет опустить верхнюю шторку. Ну, приходится перехватывать. Но я привык к большим диагоналям, поэтому для меня это проблемой не было. Да и, в общем-то, все люди, которые покупают смартфон диагональю 6,6 дюйма, должны понимать, что вот до верхней шторки вам придется тянуться, немножко перекладывая смартфон. Ну, мне кажется, это не проблема. Боковые рамки от дисплея относительно тонкие, учитывая, что тут нет загнутых краев. Верхняя такая же, как и боковые, а нижняя потолще. Ну, не то чтобы сильно, но потолще. Блок камер достаточно сильно выпирает из корпуса. Но ругать за это в 2020-м, наверное, не стоит. Камеры становятся лучше, а корпус хочется сделать тоньше. Приходится все-таки как-то это обыгрывать. Ну, и, естественно, любой кейс решит вопрос вот этого качания на столе. К слову, в комплекте он есть. Вырез для селфи-камер, которых, к слову, две, небольшой, расположен в левой части дисплея. Примерно в сотый раз скажу о том, что он меня не смущает, ну, а вы там уже смотрите сами. На нижней грани расположен единственный динамик Type-C, отверстие микрофона и 3,5-мм гнездо для наушников. Так что проводному звуку быть. И очень важное, сим-лоток. Тут нашлось место сразу и двум сим, и карте microSD. Сборка смартфона на очень высоком уровне, нет никаких скрипов, люфтов, ничего не шатается, не болтается. Ну, в общем-то, я бы удивился, если бы у концерна BBK были какие-то проблемы со сборкой. Вроде они все хорошо собирают. Как я уже говорил, дисплей 6,6 дюйма. Это IPS с отличными углами обзора. Зацените сами. Яркость этого дисплея по заявлению самих Realme 480 нит. У нас, к сожалению, нет прибора, который может показать реальную яркость. Но я вам скажу так. Вот сейчас весна, на улице дисплей остается достаточно ярким. И никаких проблем с чтением на белом или на черном фоне вообще никаких не возникает. Но мне кажется, что если будет лето и вы будете на пляже, возможно, вам придется немножко поискать тень. Ну, это прям вот при экстремально высокой яркости на улице. А так, ну, все хорошо. Главная фишка этого дисплея, о которой говорят сами Realme, да, в общем-то, и я так считаю, стала частота обновления 90 Гц. Причем это можно включить либо принудительно, либо поставить 60, либо 90, либо автоматический выбор в зависимости от приложения. Ну, если приложение поддерживает, он будет включать 90 Гц. Я, конечно же, поставил принудительно 90. И чуть попозже, когда мы будем говорить про автономность, я объясню, почему это вообще не проблема. Ребят, на сегодняшний день Realme 6 Pro самый недорогой смартфон с повышенной частотой обновления дисплея. То есть вот этот смартфон порог входа в мир плавных картинок. Для тех, кто в танке и не понимает, о чем речь, обычная частота обновления дисплея на смартфоне 60 Гц. То есть в идеальных условиях они способны выдавать 60 кадров в секунду. Когда частота 90 Гц, то смартфон может выдавать вам 90 кадров в секунду, но при условии, что приложение поддерживает такой фреймрейт. К примеру, YouTube не умеет, максимум 60. А вот социальные сети, Twitter, Instagram, Facebook умеют. Игры тоже умеют, но нужно понимать, что для отображения стабильных 90 FPS смартфону нужно больше ресурсов. Но, тем не менее, разница с 60 Гц видна. И видна невооруженным глазом. Так что это круто и однозначно круто. Правда, вы эту разницу между 60 и 90 Гц на своих экранах не заметите. Потому что мы снимаем видео в 30 FPS, вы смотрите это на своем смартфоне, ноутбуке или телевизоре и видите только 30 кадров в секунду. Но плавность есть и она прям существенно больше, чем 60 Гц. На 30. За безопасность ваших данных отвечает сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую панель, и сканер лица. Отпечатки сканируются мгновенно и проблем с этим нет вообще никаких. Расположение мое самое любимое. Палец просто идеально ложится на него, когда вы берете смартфон в руки. Разблокировка лицом работает тоже отлично. Причем и под углом, и при недостаточном освещении, и даже при полной темноте. Ваше лицо подсвечивается кратковременным повышением яркости. Мне очень понравилось, как работает эта функция. Она работает реально как швейцарский нож. И мне прям безумно понравилось, что это работает даже при полной темноте. Потому что на многих других телефонах, даже не в этом ценовом сегменте, чуть-чуть потемнеет, и все, смартфон вас не видит. Говорит, кто это, не могу понять, не разблокируется. Тут все работает. Причем в настройках вы можете даже поставить функцию, чтобы он не разблокировался, если у вас закрыты глаза. Прям все как на iPhone. Продумано. Подбираемся мы к одному из самых важных вопросов – производительности. Как я уже говорил, этот смартфон работает на достаточно новом процессоре от Qualcomm Snapdragon 720G. Варианта памяти существует три. 6.64, 6.128 и 8.128. У меня на обзоре топовый вариант. Давайте сразу будем мучить его тестами. Gamebench 5. Я запустил его специально пять раз подряд, чтобы проверить троттлинг. И вы знаете, троттлинга нет вообще. Я после этого запустил CPU троттлинг. Три запуска подряд по 15 минут. То, чтобы максимально загрузить смартфон. И зацените эти графики. Мне кажется, что они очень стабильные. Ну и, конечно же, давайте поиграем. В PUBG автоматически установились высокие настройки. Максимальные тут, к сожалению, недоступны. В таком режиме с включенными тенями и сглаживаниями вы получаете около 30 FPS. При этом я играл около полутора часов. Смартфон нагревался буквально до 38 градусов и абсолютно не троттлил. Очень стабильная работа. Соответственно, меняя графику до настроек плавно, вы получаете установку ультра FPS. И такую же очень стабильную работу, но с 40 FPS в секунду. Что касается других игр, то они запускаются либо на средних, либо на высоких настройках графики. Ну и такие же проекты, допустим, как Call of Duty идут отлично, не тормозят. И вот самое классное в этом процессоре, то, что реально, ну не только процессоре, а и смартфоне. Потому что, ну, мне кажется, что этот процессор можно поставить в какой-то другой смартфон. Неправильно продумать теплоотвод, и он будет греться. Вот тут этих проблем нет. И это просто прекрасно. Это не топовое решение. 720G это не максимум, что можно сейчас поставить. Но оно работает очень стабильно. Прям вот очень стабильно. И это радует. Кстати, хочу обратить внимание, Realme 6 Pro выпускается сразу с Android 10 на борту, с установленной поверх фирменной оболочкой. Есть поддержка управления жестами, отображение всех приложений на главном экране, кастомизация ярлыков приложений, игровой режим и очень-очень много другого интересного. Надеюсь, в ближайшее время мы сделаем обзор этой оболочки, ведь спрос на Realme что-то в последнее время увеличивается, а никто про оболочку не рассказывает. Если вы напишите в комментариях, что вы хотите увидеть этот обзор, и комментариев будет много, то мы снимем. Дальше у нас большой блок про камеры. Потому что мне кажется, что в Realme 6 Pro самая сильная это как раз камеры. Их тут вообще всего 6. Спереди 2, сзади 4. И сейчас вы зацените, как они фотографируют. Но сначала по характеристикам. Основная камера 64 Мп, светосила 1.8. Широкоугольный модуль 8 Мп, светосила 2.3. Зум-объектив 12 Мп, тут двукратное оптическое приближение и гибридное до 20 крат. Шаг зума 1х, 2х, 5х и 20х. Ну и макро-объектив 2 Мп, светосила 2.4 с возможностью съемки от 4 см. Ну и сразу про селфи-камеры, которых 2. Селфи основная 16 Мп, светосила 2.1. И ультраширик 8 Мп, с углом обзора 105 градусов, светосила 2.2. Перед вами сейчас примеры фотографий. Не сильно разнообразно, как обычно, но извините, если вы понимаете о чем я. Хочу прям сразу обратить внимание на HDR и баланс белого. Ну и детализация. Ребят, вот прям очень хорошо. Зацените, какой широкий динамический диапазон. Насколько хорошо он определяет температуру изображения. Круто все выглядит. Ну и детали. Правда, иногда бывает чуть завышенный контраст. Не без этого. Но в целом, если не приближать до такого увеличения, то ты на это даже не обращаешь внимания. Вот примеры снимков с широкоугольного объектива. У него нет автофокусировки, светосила 2.3, поэтому использовать его можно при съемке днем и не крупным планом. Впрочем, как и у всех шириков сейчас на всех смартфонах. Проверили мы и портретный режим. Опять же, обращайте внимание на контуры, на HDR, на цветопередачу, на то, как хорошо выглядит лицо. Очень годные кадры, я считаю. А теперь давайте посмотрим на работу зума. Напоминаю, 2x оптика, 20x гибрид. Вот фотография 1x, вот эта фотография 2x, то есть оптика. Вот 5x. А вот 20x. Ну и еще пример. Вот 1x, вот это 2х кратный зум, это 5х увеличение, а вот 20x. Скажем так, 2x, понятное дело, что шикарно. Ну, потому что это оптика. 5x, хорошо. 20x, гибридно. То есть, там все видно, различимо. Но в Instagram вы это уже, конечно, не выложите. А вот если чисто снять репортажно для Facebook или Twitter, вот чисто зафиксировать что-то, что достаточно далеко от вас, то да, почему бы и нет. Селфи-камера. Вот тут детали просто шикарные, зацените сами. Ну и давайте посмотрим разницу между обычным объективом и шириком. Примеры, кстати, все можно скачать по ссылке в описании и рассмотреть все поближе. Ну и вечерние фотки. Сначала давайте посмотрим на результат без ночного режима. Мне кажется, что это очень достойно. И я обязательно хочу сравнить его с конкурентами в этом ценовом сегменте. Пишите в комментариях, кстати, с кем его сравнить. Тут, конечно, чувствуется на фотографиях, что диафрагма 1.8. Они достаточно светлые и с завышенным ISO в хлам, когда картинка начинает сильно шуметь. Ну и давайте теперь попробуем в ночном режиме. Вот эти фотографии. И напоминаю, что все оригиналы можно скачать по ссылке в описании, чтобы рассмотреть поближе. Так, ну и давайте посмотрим, как он снимает видео. Сейчас я веду съемку в 1080. Нахожусь на отдалении от людей. И все безопасно. Приехал на своей машине. В общем, вы все поняли. Давайте посмотрим, как работает стабилизация. Ветра нет вообще, поэтому вы можете заценить и качество звука. Вот, собственно говоря, вот так снимает. Ну, на экране телефона мне кажется, что все очень плавненько. Мне кажется, что очень плавненько. Пишите в комментах, что вы видите сейчас у себя. Так, ну и теперь давайте посмотрим, как он снимает видео в 4К. Собственно говоря, вот так. Тут уже стабилизация, по крайней мере, на экране телефона работает не так, как в 1080. Вполне ожидаемо, честно говоря. И можете посмотреть по цветопередаче, деталям. Вот особенно на вот этой композиции из деревьев. Что там по деталькам? Веточки, веточки, веточки. Пишите в комментариях. Вот HDR работает очень здорово. Согласитесь. Что там, роулинг шаттер. Оп, 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 оп. Ну и давайте посмотрим, как он записывает видео на селфи-камеру. Можете заценить сейчас качество работы микрофона. Напоминаю, ветра нет вообще. Сейчас я снимаю на обычный объектив. Но есть еще широкоугольный. Но переключиться на него прямо в режиме съемки видео уже нельзя. Поэтому сейчас вот так делаю. И переключился на широкую камеру. Но это я переключился, остановил запись, переключил. Можете заценить, как это выглядит. И как работает стабилизация. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, это автономность. Realme 6 Pro работает от аккумулятора на 4300 мАч. Который поддерживает режим быстрой зарядки VOOC 4.0, которая заряжает смартфон от 0 до 50% за 30 минут, а до 100% за 72 минуты. Это очень крутые показатели. И мне вообще в целом очень нравится позиция Realme с быстрыми зарядками. Потому что практически все их смартфоны поддерживают быструю зарядку стандарта VOOC их фирменного. И, блин, это очень классно, когда ты можешь зарядить смартфон до 50% за 30 минут. Ну а что касается в целом автономности, то мне понятное дело, что его хватает на день. Но хватает его не просто на день, а 5-6 часов работы экрана. У вас еще вечером остается процентов 20. И для диагонали 6,6 дюймов, я считаю, что это прям отличный показатель. И он может стать лидером среди своих конкурентов. Ребят, чуть не забыл сказать. Мы вот этот Realme 6 Pro решили разыграть среди вас, наших подписчиков. И для того, чтобы стать обладателем вот этого смартфона, нужно сделать практически ничего. Первое, это быть подписанным на наш канал. Если вы этого еще не сделали, то самое время подписаться. После чего вам нужно написать в комментариях, какой, на ваш взгляд, функция этого смартфона самая важная, самая топовая для вас. Почему вот вы именно хотите этот смартфон. Ну и последний пункт остается просто ждать результатов, которые мы подведем прямо в прямом эфире на нашем канале. Более подробные условия этого конкурса находятся в описании. Поэтому переходите в описание, читайте, принимайте участие, выигрывайте. Ну а теперь давайте подытожим. Realme 6 Pro меня порадовал, как и другие смартфоны этого бренда. Стильный дизайн, большой дисплей, оптимальная производительность для всех задач, очень крутая камера и емкая батарея с быстрой зарядкой. Я даже не знаю, что еще тут добавить. Точно буду рекомендовать этот смартфон тем, кто хочет получить недорогое устройство, с сильной камерой и большой автономностью. Это очень годно. Ссылку на смартфоны Realme в Citrus я оставлю в описании к этому видео. Можете переходить, посмотреть. В целом, честно, мы в последнее время начали делать много обзоров Realme-шек и я очень доволен этими смартфонами. И я, правда, их всем рекомендую. Поэтому оставлю ссылку сразу на все позиции, чтобы вы могли посмотреть еще какие-то другие обзоры и заценить, сколько же этот смартфон стоит. Ну, а если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ну, с радостью ответим. Ну, можете посмотреть, кстати, вот еще вот этот обзор. Он где-то сейчас на экране. Вот этот обзор и вот этот обзор. Короче, мы уже много Realme с Яриком потестили. Обязательно посмотрите, если вас заинтересовало. Ну, а мы будем заканчивать. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока. И будьте здоровы.